Екатерина, здравствуйте и хочу ответить на ваш вопрос. У вас возникли сложности при выполнении домашнего задания и вы никак не можете разобраться, как нарисовать месяц. Нарисовать его можно разными способами. Самый простой это при помощи инструмента перо. Как раз он подходит для обработки данного навыка. Выбираете инструмент перо, ставите точку, месяц будет рисоваться в четыре точки. Раз, два, здесь можно нажать кнопочку shift, чтобы у вас растянулось симметрично. Три, четвертая точка, четыре, опять shift, и пять пришли в исходную точку. Еще раз. Теперь делаю то же самое без shift, а месяц будет более кривой. Раз, растянули, два, три, растянули, четыре, пять. Понятное дело, что кончики могут находиться более остро и кружочек быть более круглый. Например, вот таким способом. Раз, два, три, четыре, пять. Эту формулу вы сдаете сами, это уже художественное отражение. Мне важно, чтобы вы научились делать кривые правильно. Еще один способ, хотя я не сторонник рисовать карандашом в программе. Вы берете инструмент карандаш и непосредственно инструментом карандаш говорите, что хотите такую вот фигуру. И у вас получается месяц. Как видите, при данном способе получается больше точек, чем при способе рисунка пером. То есть здесь у нас только четыре точки, здесь у нас их намного больше. За счет этого линия получается более волнистая. Еще один способ, если вы досмотрели или не досмотрели до этих уроков, мы можем сделать круг и второй круг. Потом просто один круг вырезать из другого. Соответственно, смотрим. Сейчас мы их расположим таким вот образом. Теперь выбираем окно, обработка контура и у нас с вами есть минус верхний. Получили абсолютно ровный месяц. Но если что-то более графическое, можно так рисовать. А вы можете выбрать тот метод, который вам более удобен. Я бы на вашем месте попрактиковала рисунок пером, потому что он более актуален и он чаще используется в Adobe Illustrate. Метод рисунка карандашом применимый, но создает достаточно большое количество точек. За счет этого линия получается более дерганая. Метод наложения и вычитания достаточно профессиональный метод. Дает очень хороший результат. Как видите, здесь тоже совсем немного точек. И более визуально гладкий. Таким методом мы будем во многом нарисовать эскизы. Можете его опробовать сразу. Можете его оставить на потом и еще раз к нему будем возвращаться. Если у вас появятся еще вопросы, пожалуйста, мне их задавайте. Я с радостью на них отвечу. А пока удачи вам с вашим месяцем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok